Ну и самое главное, как бы операционные залы, вот видите, какие они стали, вы были, свидетели, что там было, да. Да, были, до того, как. Во всем разрухе было. Ну, давайте, пойдем. Это непосредственно операционное. Все, то есть, вы, это не в рамках ремонта, а в рамках нормального страхового запаса фонда обязательного медицинского страхования. Но, тем не менее, подход комплекс, то есть, это не просто ремонт помещения. Совершенно верно, да. То есть, нам просто удалось в прошлом году хорошо войти в программу, вообще на область было 300 миллионов НСЗ. Мы забрали одну шестую, то есть, 50 миллионов наших. Мы больше всех в области забрали денег из этого нормального страхового запаса. Новое оборудование, купленное на средства ФОМСА, даустановят в ближайшее время. Главное, что операционные готовы к приему пациентов. 25 миллионов из областного бюджета позволили провести капитальный ремонт помещений оперблока в новом хирургическом корпусе городской больницы номер один. Работы начались полгода назад с замены всех инженерных сетей. Организована система чистых помещений, то есть, облицовка стен, потолков, выполнена медицинскими панелями. Новая система кондиционирования и вентиляции воздуха. Ну и самое главное, это новое медицинское оборудование. То есть, там начинают с операционных светильников, операционных столов, заканчивая новыми наркозными аппаратами и эндоскопическими стойками. Врачи, которые проводят здесь операции, хирурги, травматологи, урологи, довольны новыми условиями труда. Рад и сестринский медперсонал. По их мнению, теперь качество оказания помощи вырастет многократно. Все технологии новые, медицинские, обработка, операционные залы, всё, мыть намного удобнее, легче будет, дезинфекция, всё, вентиляция. Мы просто этого ждали и мечтали, я не знаю, сколько лет, и вот оно к нам пришло, это просто чудо. Спасибо большое всем за такой шикарный ремонт. Я думаю, в таких условиях сейчас девочкам нам будет намного удобнее и комфортнее работать, и оказывать медицинскую помощь больным людям. А вот преображение отделения гнойной хирургии, которое расположено в старом хирургическом корпусе, потребовало чуть больше средств. На подразделение в 24 койки с собственными операционными и палатой реанимации потрачено 26 миллионов рублей. Здесь процесс занял больше времени. В 70-летнем здании потребовалась перепланировка помещений. А далее всё по проекту. Полный капитальный ремонт, закуп нового оборудования и мебели. Можно отметить также абсолютно, ну просто разительные изменения. Здесь необходимо добавить, что фактически с момента создания не было элементарного даже лихта. И приходилось просто на руках на протяжении всего существования, это 50 лет, пациентов, маломобильных групп перемещать. Сейчас, естественно, условия созданы нормально, и можно говорить уже, наверное, о современных подходах и современном оборудовании для лечения наших пациентов. И что самое важное, это вот мы сейчас пообщались с пациентами, это тёплые отношения, тёплые отзывы о врачах, о медицинском персонале. Наверное, стоит это самого дорогого. Но проект масштабной реконструкции городской больницы не завершён. Уже через пару месяцев стартует ремонт отделения реанимации. На это выделено 32 миллиона рублей. Ещё 8 миллионов требуется на ремонт фасада гнойной хирургии. В своей очереди ждут роддом и женская консультация.